Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергея Медведев. Как всегда, по вторникам говорим с интересными людьми. И сегодня у нас эфир, как бы его определить, про сбычу мечт. В интересное время мы живем, товарищи, в то время, когда сбываются всяческие фантастические пророчества и антиутопии. Вот, вы знаете, действительно, вот не мной подмечено, что уже несколько лет, как то, что казалось совершенно какими-то абсолютно литературными экзерсисами, там, ну, начиная с книги Войновича, 2042-й год, и затем уже далее по алфавиту, там, Сорокин, День опричника, например, вдруг то, что еще года три назад казалось абсолютной какой-то фантастикой. В наши дни, вот особенно сейчас, после Суда над Пусси Рай, вот эта вот православная неоархаика оказывается совершенно такой же повесткой дня. Пелевин, опять же, такие у него есть пророческие тексты и прозрения, например, когда там разведчик в одном из его романов садится за рояль и начинает прочувствованно петь, с чего начинается Родина. То же самое мы видели в исполнении Владимира Владимировича Путина, буквально несколько дней спустя после выхода романа. И так далее. И вот, вы знаете, сегодняшний наш гость, а это автор Дмитрий Глуховский, писатель, журналист, телерадиоведущий, ну, я думаю, сейчас писатель, я думаю, главное ваше. Преимущество. Да, определение. Я упражняюсь в публицистике, но так, наверное, все-таки автор, да. Ну, вот как раз, да, один ваше публицистическое упражнение будем обсуждать. Ну, вот, говоря о литературе, у Дмитрия Глуховского есть рассказ «Куда деваться» из его серии «Рассказы о Родине», где Сурков ищет в поисках вдохновения встречи с различными инстанциями, и это в порядке возрастания Джеймса Кэмерона, затем... Писатель Прилепин, который называется там Залепиным, да. Да-да-да, и затем Бог. Встреча с Господом Богом. Встреча с Господом Богом. Вот, и затем, вот, собственно, сейчас у нас Сурков поставлен смотрящим за религией. Есть несколько, на самом деле, рассказов, если будет позволено вклиниться. Здравствуйте. Да-да-да. Есть несколько рассказов в цикле «Рассказы о Родине» на тему религии. Есть чудесный рассказ «Не от мира сего». Ну, чудесный-то я сам себе такой аванс выдаю. Значит, фабула заключается в том, что в какой-то момент выясняется, что кремлевские башни, а также все, значит, сооружения православных храмов являются замаскированными, вкопанными в землю космическими кораблями, на которых некоторое количество лет назад прилетели к нам инопланетяне нас колонизировать из двух разных систем. Значит, из созвездия Большой Медведицы прилетели те, кто претендует на монополию нашей политической жизни, а те, кто окучивает нас, значит, с религиозной точки зрения, те прилетели из созвездия Южного Креста. И они вот, значит, каждое разделили. Одни выкачивают наши ресурсы, а другие подпитывают нашу психическую энергию. Ну, и тоже у них там определенные экономические взаимоотношения, бартер, там власть на деньги, деньги на власть и так далее. И в какой-то момент выясняется, что Земля будет уничтожена потоком метеоритов, и они в этот момент ретируются и рассаживаются по своим башням, храмам Христа Спасителя и прочим, и взлетают к небесам, предоставив нас, грешных, самим себе. И катастрофе. Такой есть рассказ. А есть другой рассказ. Извечная народная мечта, как в том анекдоте, купить фанеры, построить Яроплан и улететь из этого колхоза. Да, но только не всем суждено улететь из этого колхоза, понимаете. Вот людям с крестами и с триколорами, да, им суждено, а нам с вами не суждено. А другой есть рассказ тоже в цикле «Рассказ за Родине». Все они, кстати, доступны к прочтению забесплатно на сайте «Родина.ну» или «Ню». Есть рассказ о том, как в городе Козловка сначала хотел в Иваново поместить действие, но потом выяснилось, что больше всего женщин на душу населения проживает в городе Козловка. И в этом городе замечательный маслодавильный комбинат, еще что-то, очень много алкоголиков, освободившихся из зон, и очень мало мужчин каких-то способных к репродукции. И вдруг вот в этом катастрофически недолюбленном городе женском случаются чудесные вещи. Женщинам во сне начинает сниться национальный лидер. Сниться национальный лидер, каждый из них, ну там, конечно, в моем случае, это какая-то определенная героиня, ее история рассказана драматическая. Ей уже скоро 30, она не в состоянии найти своего возлюбленного, потому что их просто нету. На каждого более-менее нормального мужика очередь на три года вперед стоит, с коллег по цеху. И начинает сниться ей национальный лидер. И в какой-то момент случается непорочное зачатие у нее от этого видения чудес. Но потом выяснилось, что у всех случилось непорочное зачатие. А потом выяснилось, что это была специальная программа РПЦ совместно с администрацией президента по улучшению демографической программы. Ну, по рамках демографической программы. А потом и тайна Алина Кабаева таким образом оказалась раскрыта. Да-да-да, я думаю, что... То есть тема взаимоотношений власти и церкви, она меня очень занимает. И это не первый раз в случае с рассказом о Суркове и то, как он будет представлять интересы Путина перед Богом. И наоборот, до этого меня эта тема тоже интересовала. Ну, знаете, я вспоминал еще один вас, Рашка, слушая, как судья Сырова в пятницу читает приговор Пуси Раэта. Я вспоминал ваш рассказ «Телефонное право» про то, что судья — это андроиды, да, собранные где-то паельником. Даже не андроиды, да, это просто кукла, которой динамик выведен для оглашения приговора. Да, и там, так сказать, смс-ка и посылается, так сказать... Цифровой набор, там звездочка, там два решетка, и на два года человек осознает эту решетку. Звездочка, два решетка, да. Вот, и ей вживлен был, да, чип какой-то студентам влюбленным, чтобы она... Такой ремейк бегущего по лезвию бритвы, да. Да, и я вот мечтал, что, может быть, здесь Сыровый, глядя на ее руки, щедро украшенные золотыми кольцами, вот, я вот мечтал, что, может быть, ей тоже вживили какой-то чип, и вдруг раз, невиновный... Что-то человеческое вдруг проснется. Ну, чудо, но чудо не случилось. Нет, 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 душа-то туда имплантирована не была. Вы ожидали такого приговора? Вы знаете, как... То есть, мы живем в стране, где все, что говорят люди, принадлежные к власти, принадлежащие к власти, расходится с реальностью. То есть, они говорят одно, делают другое. То есть, они патологически лгут, да. Поэтому прогнозировать развитие событий трудно. И разобраться в ситуации сложно. Нанято большое количество профессиональных болтунов, политологов, которые заняты исключительно пусканием дымовой завесы, чтобы затруднить ориентацию в пространстве, ну, простого человека точно, но даже и там людей более-менее образованных, разбирающихся и интересующихся. Поэтому однозначно понять, чего нам предстояло ждать от приговора по делу Пуссерейд, мы не могли. Мы, с другой стороны, получив приговор с реальным сроком вместо условного... То есть, я знал, что их не оправдают. Потому что Владимир Владимирович, он не слабак, он пацан. Вот. Поскольку он не слабак, он не может позволить уступить давлению каких-то там, не знаю, бьерков, там, каких-то мадонн и прочих. Что это такое? Он суверен или не суверен? Он суверен. Все, точка. Он мог проявить снисхождение, милость и дать им условность. Понимаете, что там Сыровый, это тот самый говорящий ящик, который просто транслирует там набранный смс-коп приговор из администрации. А то и лично там Владимир Владимирович. Вот. Из этого мы делаем вывод такой. Значит, что Владимиру Владимировичу было два пути. Дать условный, дать реальный срок. Если он дает условный срок, он ориентируется на выпускание пары примирения. Если он дает реальный срок, он ориентируется на продолжение эскалации. То есть он... Это акция устрашения, скажем так. Вот реальный срок, данный трем этим девочкам, которые там арт-хулиганки, с акцией которых я, кстати, в принципе, совершенно солидарен. То есть я как раз отношусь к тем людям, которые считают, что они все сделали по делу. Было вопиющее совершенно оскорбление моих гражданских чувств и религиозных чувств, в принципе, тоже. Когда высшее духовное лицо русской православной церкви занималось достаточно активным участием в предвыборной кампании на стороне кандидата от власти. И акция Пусси Райт была четко и однозначно направлена против политизации церкви и против продажности ее высших иерархов. Никакого отношения к оскорблению чувств православных верующих она не имела. Дальше, конечно же, масс-маркет, которому вскружил голову под воздействием, нагнетающим воздействием Первого канала, которые убедили, что это против них, против православных, против русских верующих людей. Конечно, он возбух, начал переживать сильно и, имея совершенно неверную, скажу, затуманную картину мира и представление о происходящем и произошедшем в Храме Христа Спасителя, считает, что их немедленно распять на костер и бросить скорее в колонию, где пусть их православные зэчки изнасилуют, как одна наша талантливейшая певица им пожелала. Значит, возвращаясь к вопросу, это была акция устрашения, воспитательная, была надежда, наблюдая за тенденцией, восходящей к репрессивным мерам, которые у нас есть сейчас, закручивания гаек, было понятно, наверное, что им дадут реальный срок. То есть я надеялся, что, просто исходя из моего отношения к этим девушкам, скорее симпатического, я надеялся, что дадут срок, который бы уже погасился их пребыванием в СИЗО, ничем не оправданным. Далее еще, сколько они, полтора года еще должны в колонии просидеть? Еще полтора года. Ну вот, да, собственно, то время, которое во многом предсказано литературными текстами, пророчески, может быть, какое-то время сбывания литературных сюжетов. Знаете, вот продолжая разговор о литературе, вот, глядя на ваше творчество, а, наверное, думаю, все, прежде всего, ассоциируют вас с вот этой большой эпосом «Метро» 2033-2034, вся эта большая франшиза, которая с этим, фанфикшен, да, как это называется, со всем этим была связана. И затем, глядя на вашу дальнейшую эволюцию, в частности, вот эти вот рассказы о родине и ту публицистику, которую вы в последнее время публикуете, я наблюдаю некую схожесть того, что происходит, скажем, с уже упомянутыми Сорокином, Пелевиным, вот, и с вами. То есть люди, работающие в неких, так сказать, чистых для себя созданных жанрах, вот, да, Сорокин, ну, из чистого, так скажем, соцарта, из такого конструктивизма, неожиданно переходит в такое заинтересованное социально-политическое пространство. Вот, то же самое происходит с Пелевиным, который неожиданно превращается в социального критика, особенно если взять его в последние сна. И вот тоже ваша какая-то такая эволюция от такого чистого фэнтезийного жанра до такого жестко-социально-политического ангажемента. Мне кажется, здесь вполне все объяснимо. То есть если... У меня заняло много, достаточно лет разобраться в политической ситуации, которая, значит, в нашей стране присутствует. Когда... Я делал в том, что работал журналистом на государственном телеканале, до этого я жил за границей, и когда мне доводилось слышать, там, не знаю, там, крики Валерии Ильиничны Новодворской, мне, конечно, о том, как все в стране у нас устроено, я, конечно, в это не верил. И когда, там, Геннадий Ильич Зюганов что-нибудь там со своей трактористской лексикой, пафосом вот что-то вот такое вот выдвигал, я тоже, конечно, в это верил мало. И потребовалось знакомство с различными людьми, там, изучение вопроса, чтение различных источников. И, в общем, много лет, достаточно много лет, чтобы разобраться в том, как действительно все устроено. И в тот момент, когда ты начинаешь, наконец, понимать, что это не паранойя, что это не фикция, что это не вымышленное, что это не пропаганда, что это действительно устройство, циничное, примитивное, смешное и такое жульническое, какое-то мелочное устройство политической жизни нашей страны, и в этот момент ты, как автор, конечно, уже не можешь это обойти стороной, ты хочешь на эту тему высказываться. Тем более, что ситуация усугубляется. И если в какой-то момент было такое безвремение, когда позитив, происходивший с нашей страной, перекрывал негатив, когда не было каких-либо политических трендов, о которых стоило бы говорить, но при этом происходил рост благосостояния людей, как писателей, так и обычных людей, то есть не было причины на эту тему думать и говорить. Сейчас однозначно ощущение, что мы как-то покатились вдруг очень резво в тартарары, или что нас пытаются затащить силком в какой-то Советский Союз. И такой Советский Союз даже не настоящий, а знаете, вот как на Гаите есть вот эти процедуры по зомбификации умерших, когда вот умер человек, его там потрошат дальше, как-то чем-то там уващивают, намазывают, и какие-то колдовские ритуалы проводят, и он встает и идет. И вроде бы с виду довольно похож на того человека, который был, но по сути совершенно другое существо. И у меня такое же ощущение, что вот этот вот гаитянский ритуал по поднятию зомби происходит сейчас с Советским Союзом. То есть по формальным признакам, вроде бы какая-то покрытая трупными пятнами, но пытающаяся двигаться империя или псевдоимперия, но по сути, конечно, все совершенно другое. Лишенная идея идеологии, лишенная разума рассудка, лишенная, ну понимаете, когда лидеры страны сугубо и циники, ни во что не верящие, лишенные любой идеологии каких-либо принципов, ну моральных, наверное, тоже, пытаются запудривать недоделанной на освоенные бюджеты кое-как придуманной псевдоидеологией, пытаются этой идеологией запудрить мозги людям, все ради того, чтобы просто остаться у руля как можно дольше. Все это выглядит как бы жалко, неубедительно и создает ощущение надвигающейся катастрофы и сгущающейся каких-то не самых радужных перспектив. Вот вы здесь как раз, да, вышли на ту тему основную, вырвали, которую я хотел обсудить в нашем эфире, потому что я решил его назвать «Предчувствие гражданской войны», как песня Шевчука, есть такое «Предчувствие гражданской войны». Потому что, опять-таки, глядя на ваше творчество, я вижу, что в нем какой-то есть очень сильно такой апокалиптический посыл. Начиная «Метро», и затем уже книга «Сумерки», да, само название. Ну и, в общем-то, многие рассказы о родине, они тоже достаточно апокалиптический оттенок имеют, и даже те же самые отлет перед нашествием метеоритов, всех башен основных, кремлевских и так далее. Вам это свойственно вообще такое апокалиптическое сознание? Вы знаете как, в жизни нет, и до недавнего времени не было. Но вот наблюдая то, что происходит в нашей стране перед, во время и после выборов, у меня начинают впервые за все время действительно в реальной жизни сгущаться какие-то апокалиптические предчувствия. То есть до этого я с удовольствием на эту тему фантазировал, представлял себе, как выглядел бы мир после Третьей мировой войны и так далее. Но это были исключительно творческие экзерсисы и какие-то, ну вот такие юношеские фантазии, да, навеянные в гораздо большей степени прочтенной литературой, чем какими-то ощущениями. В том, что происходит сейчас, мне кажется, только слепой, глухой и зритель Первого канала не усмотрят признаки надвигающегося краха. — Вот я хотел в качестве такой важного опорного пункта для нашего разговора взять вашу статью, которая была опубликована 13 августа на сайте «Свободная пресса», доступна она абсолютно в сети, можете направить под названием «Война на своей территории», где вы сравниваете Путина с Франко. И, собственно, главное, что я для себя уяснил из этой статьи, это то, что у нас сейчас, вот глядя назад на первые 100 дней Путина, у нас, собственно, начался некий срок гражданской войны. То есть Путин — это лидер, который вполне сознательно своей стратегией избрал гражданскую войну. — Но вы знаете, я не вполне это имел в виду. Я имел в виду, что человек себя ведет так, как будто он только что одержал победу в гражданской войне. — Да-да-да, вот здесь Путин ведет себя, как колчак, отбивший у красных город, как вы пишете. — Как будто бы он не был избран двумя третями проголосовавших, да? Как будто бы он не должен теперь стать президентом всех россиян. Как будто он не должен теперь примирить и консолидировать расколотую, раздробленную нацию, как это происходит на Западе, в Штатах, во Франции. Даже если народ совершенно поляризован, и даже если президент побеждает с минимальным отрывом, он все равно старается как-то немножко потом сбавить, выпустить пар, сбавить предвыборную истерию, напомнить людям, что они вообще-то являются частью единого народа, что да, это у нас немножко игра. — Да, и да, вам не надо сейчас продолжать эту конфронтацию, надо жить и работать дальше. Я постараюсь быть президентом всех французов, говорит там Франсуал Ланд, да? — Да, да. — Николай Саркази. — Я постараюсь быть президентом, я хочу быть президентом, я буду президентом всех американцев, говорит там Обама или Буш и так далее. И это принципиальный момент каждой инаугурации, каждое вступление в новый срок. — Это в нормальных городических государствах, в сообществе это нормальная практика. — А у нас происходит ровно обратное, то есть победив существенным перевесом, казалось бы, получив необходимую дозу уверенности в себе на следующий свой придуманный и нарисованный шестилетний срок, Владимир Владимирович Путин должен бы был успокоиться и постараться наладить диалог с той частью общества, то есть значительной частью общества и достаточно решительно настроенной частью общества, которая выходила раз за разом, несмотря на морозы, несмотря на попытки запугать, несмотря на наводненную полицией внутренними войсками Москву, выходила на площади впервые за 20 лет. Последние. Казалось бы, надо бы сделать выводы из этой ситуации и постараться договориться с людьми, понять, что их тревожило и пойти им навстречу, чтобы позволить этому протесту каким-то образом сбавить обороты, выпустить пар, хотя бы. И не говоря о том, чтобы предпринять какие-то реальные реформы. Вместо этого этим людям показывают, что они никто, и их начинают топтать. То есть берут, выдергивают из толпы, которые там в марте на болотной, несколько случайных совершенно людей. Это понятно. В мае. Но это все равно, что там приехали фашисты в деревню, там старуста еще трех, там где партизан, нет партизан, ты иди сюда, повесили их на дереве и уехали. Это первая аналогия, которая возникает, и, конечно, вот дело Пуссера тоже вполне себе показательно. Это, мне кажется, там Надя Толоконникова, как Зоя Космодемьянская, только не тому режиму сопротивляется. Ну да, здесь же, собственно, и закон о митингах весь, и об иностранных агентах. Совершенно верно, иностранные агенты, цензура в СМИ, прямо один за одним идет на наступление масштабное, достаточно бессмысленное, потому что ужесточение этих законов не нужно в стране, где законы не соблюдаются. Можно взять любую статью Уголовного кодекса, натянуть ее как резинку на любую необходимость и пользоваться ей по своему усмотрению, понимаете? Ну да, закон имеет чисто-чистость. Значит, что можно взять, читать Конституцию кверх ногами, взять, поменять абзацами с Библией, можно взять, не дать совершенно никому из адвокатов защиты или, собственно, обвиняемых ни с чем ознакомиться, можно тысячу страниц просто накатать буквами А и Б и сказать, ну вот, вот обвинительный закон. Но мы вам не дадим почитать. Нет, ну извините, что же это... То есть можно делать все, что угодно, и посмотреть на какой угодно срок, в принципе. Можно было просто героин подкинуть, на самом деле, и закатать их за героин. И это тоже регулярно делается, вот в деле Таиси Осиповой. Да-да-да, Таиси Осиповой, да. Поэтому мне кажется, что там принимать закон, не принимая, это так какие-то ритуальные действия, но в стране нет закона, нет суда, есть там политическая воля, политическая целесообразность. О чем у меня тоже была колоночка. И исключительно соображениями политической целесообразности руководствуются, ну там понятно, что суды, это там петрушка на руке администрации президента, да, как и все остальные. Там возможно с прокуратурой или там ФСБ в той или иной степени надо договариваться еще, там уточнять, сверять интересы. Но судами, мне кажется, их просто тоже там натянул их и пользуются. Так вот в этой атмосфере, в атмосфере тотальной управляемости и в общем-то такой послушного большинства, достаточно молчаливого большинства, зачем вот эта вот стратегия нагнетания конфронтации? Вот то, что вы говорили вначале, вот это путинское пацанское, типа не сдамся, не пяди своей территории. Думал, во-первых, да, во-первых, надо оставаться альфа-самцом, конечно. Пока ты не проявляешь никакой готовности к компромиссу, вот прежде всего он посылает сигналы элитам. Что нет, я не буду с ними, деньги сюда заносить, вот так, и больше никому не заносить. То есть это одни ворота, одно окно. В одно окно, да. Политика одного окна, да. То есть если как только он проявит малейшую слабость, сразу откроются другие окна, куда тоже надо заносить. А пока надо заносить в одно окно. И это первая причина. Другая причина заключается в том, почему, собственно, нельзя договариваться с оппозицией. Потому что, то есть почему в нормальных странах можно договориться с оппозицией, да, взять ее там и создать правительство национального единства, например, как Германия. Круглый стол, да. Круглый стол. Ну вот в Германии же в кризис было создано правительство национального единства. Вот они вроде там цать лет непримиримо конкурировали за власть. Там 70-х годов не было у них там правительства национального единства, если ничего не путаю. И вдруг они там в Риангеле Меркеле создали. Потому что вот такая ситуация, надо как-то выбираться. Почему у нас это невозможно? То есть потому что реальная система государственного управления с разветвлением власти на три ветви, со системой сдержек противовесов, с независимыми игроками в каждой системе, подменена де-факто единой группировкой, которая управляется, и лояльность которой гарантируется принципом круговой поруки. То есть все замазаны, все причастны, все в доле, и поэтому никто никуда не может из системы выйти. Как только он выходит, ему сразу напоминает, что он где-то там развращал несовершеннолетних мальчиков. Или там что, вот посмотрите, кто здесь полтора миллиона взял у нас тут в бане. Вот, посмотрите, там видео-то есть. Вот, поэтому системой, которая является собой в какой-то степени ОПГ, управляем по принципу круговой поруки, как мы можем ее частично реформировать? Мы начнем ее реформировать, но тоже рассыпется. Сдашь одного, другие побегут, и опять возникнут новые окна, и система будет нестабильна. То есть у Путина практически нету других. У него нету выборов, у него одна дорога, кроме ужесточения. То, что он может сделать, это он может взять в долю оппозиционеров, да? Он скажет, слушай, ну вот, там, хочешь быть министром, там, хочешь, там, госкорпорацию возглавь, там. Ну и работай, как все остальные работают. Нормально, там, будешь это, внуков себе обеспечишь точно. Но если, по какой-то причине, есть люди, которые говорят, а мы не хотим так, а мы хотим все, например. Да, вот Навальный, наверное, и думаю, что его устроят. Его взяли, конечно, от дикторов аэрофлота, но это вряд ли попытка его прикормить. Мне кажется, человек, как бы, играет, ну, большую игру. То есть он, в какой-то степени, может быть, верит в то, что он однажды сможет, там, стать Саакашвили, да? И может, в какой-то степени, верить люди в администрацию президента. Вот, и говорят даже, что в властных кругах есть много фанатов Алексея Навального. То есть тут такая ситуация. То есть невозможно систему реформировать частично. Невозможно вести диалог с оппозицией. Невозможно пойти на уступки оппозиции частично. То есть, возможно, как только начнешь это делать, потому что, ну, есть реально круговая порука и есть то, чем это притворяется. То есть есть ширма, есть сцена, на которой разыгрываются некие, там, ритуальные действия, театральные представления. И есть совершенно другой, там, процесс реального управления страной, экономикой, людьми. Ну что ж, вот такой политический диагноз от Дмитрия Глуховского. Продолжим наш разговор после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Это мы, программа «Археология». Сегодня у нас в гостях писатель Дмитрий Глуховский с темой «Предчувствие гражданской войны». Собственно, автор книги «Метро-2033» и сборников рассказов. Вот это вот какое-то сумеречное апокалиптическое предчувствие ему свойственно. Но сейчас оно уже реализуется в каких-то его публицистических текстах и в значительной степени отражает политическую реальность. Дмитрий, вот к вопросу о гражданской войне. Мы ближе стали к гражданской войне сейчас? Опять-таки, 100 дней. Ну, сейчас не 100 дней, уже чуть больше. Там 110-115 дней первого срока Путина. Это сложный очень вопрос, потому что, может быть, вот этот раскол, он впервые затронул как-то либерально настроенную часть общества, демократически настроенная часть общества и вот новообразовавшийся средний класс. То есть горожане, которые достаточно долго, достаточно много зарабатывали, чтобы начать выезжать в Европу, чтобы начать сравнивать свою жизнь с жизнью европейской, чтобы начать, будучи независимым финансовым от государства, ценить собственную самостоятельность финансовую, рассчитывать только на себя и по пирамиде Маслоу уже захотеть самоуважения, удовлетворив свои первичные и вторичные материальные потребности. Раньше нас это не затрагивало. Возможно, раньше страна уже и бывала, то есть она точно бывала на рубеже гражданской войны. Я помню, мимо моего дома на улице Королева шли толпы демонстрантов и ехали БТР Костанкино в 93-м году. То есть уже похожие ситуации бывали, но тогда они нас, тогда скорее мы сочувствовали тем, кто сидел в Останкино и пытался защитить, значит, наше телевидение. Парадокс, интересно, согласитесь, насколько ведь власть призывает не раскачивать лодку, что главное не допустить революции, главное не раскачивать лодку. Удивительное дело, что они раскачивают. Но по сути раскачка лодки идет с каждым днем все больше и больше. Да, и совершенно верно. То есть вывод один, что нет, не предпринимается никаких попыток консолидировать общество, потому что общество невозможно консолидировать, потому что требования этих людей невозможно удовлетворить. Я только что пытался задать свою точку зрения, то почему нельзя. Да? Потому что они требуют фактически демонтажа системы. Система является одним, врет про себя другое. Если бы она была тем, что она про себя врет, можно было бы здесь, не знаю, пересчитать глаза, там что-то исправить, тут что-то исправить. Но система просто совершенно другая. То есть это в кожу, не знаю, пионера натянул на себя какой-то вурдалак. И притворяется пионером. Ему говорят, ну слушай, сделай вот это. А он если это сделает, он рассыпется тут же. Пойди погуляй на солнце, загори. Он не может загорать. Поэтому... Или бабушка и волк, да? Да, бабушка и волк, да. Вот совершенно верно. Поэтому, поскольку нет возможности реформировать эту систему, надо подавлять тех элементов, которые требуют реформации. Надо, соответственно, разделить страну и делать ставку на лояльных. Надо накачать лояльных, закрутить гайки в отношении тех, кто против тебя, сделать разделение четкое на врагов и друзей, на своих и чужих. И дальше, по принципу генерала Франка, своим, значит, друзьям все, врагам закон. Друзьям все, врагам закон, да. Вот, собственно, что и происходит. Поэтому удивительное дело, но Владимир Владимирович, призывающий не раскачивать лодку, занимается целенаправленно раскачиванием лодки. Он и там его политконсультанты натравливают рабочих Уралвагонзавода, которые там мало интересовались жизнью среднего класса в Москве, на москвичей, по какому-то подложному там видео, которое что-то где-то, кто-то что-то сказал, какой-то блогер что-то написал. И теперь, значит, главной темой дня в цехах, где собирали танки, было то, что вот москвичи там проклятые там, да, вот эти нас считают быдлом и так далее, и так далее. Я, честно говоря, не разу такого... Ну, тоже это везде проводится, то же самое из серии «Приехал Гельман на Кубань». Вот, то же самое вот это вот восстало православное казачество. Да, да, казачество под руководством губернатора Ткачева, который сказал, что то, что не может себе позволить милиция, могут себе позволить казаки. Поэтому сейчас будем выдавливать жителей Северного Кавказа российского обратно к ним на Северный Кавказ. Вот у меня, да, в связи с... с этой нашей такой, не знаю, призраком гражданской войны, который становится все более материальным благодаря действиям власти. Вопрос, а кто вот та сила, другая сила, насколько она велика, насколько она сильна? Ну, вот Уралвагонзавод, ну, вот кубанские казаки. Кто это, насколько реальной и консолидированной является эта сила, если мы говорим о гражданской войне? Ну, это то, что, видимо, в прессе описывается как традиционалистский электорат. Мне кажется, что просто неинформированные люди, не разбирающие ситуации, верящие телевидению, верящие официальной пропаганде. Если разговариваешь с чиновниками в приватных беседах, то они-то все знают, что ты знаешь. Что ты вот либерально-демократический, значит, критик-опозиционер, что ты знаешь ситуации, они все знают то же самое. Но только они все в деле и в доле, поэтому они должны врать, чтобы как-то отбрехиваться. Они не могут про себя правду же сказать, правильно? А чтобы не потерять социальную базу, они остальной части населения врут. Рассказывают им, создают образ страны, которая не существует. Но разрыв между вот этой телевизионной картинкой и реальностью, между создаваемым через пресс образом и реальностью, он растет. То есть в какой-то момент ткань уже начнет расходиться. То есть можно натягивать ее, натягивать эту ткань. Извините, что я сегодня злоупотребляю этой метафорой. Но в какой-то момент разрыв произойдет по шву, и уже не будет возможно маскировать реальность вот этим муляжом, который вокруг нее выстраивается. Но мне кажется, проблема не только в недостаточности информации. Она как бы структурно сформировалась. Очень многие сейчас об этом пишут. Вот была в «Новой газете», не знаю, читали или нет, такая очень провокативная статья Владимира Пастухова, философа, о том, что у нас государство победившего люмпенпролетриата. Диктатура люмпенпролетриата. И Путин, собственно, правит по поручению этой диктатуры. Вы знаете, вот смотрели, наверное, да, Елену Звягинцеву? Нет, я не смотрел, я слышал, но не смотрел. Да, мы ее обсуждали в этой студии после того, как она вышла. Очень-очень интересный фильм. Он о том, как приходит паразитический класс, которого все устраивает. И которого в нынешней системе за счет перераспределения ресурсов, за счет извлечения своей ренты, в том случае это сиделка богатого мужа фактически убивает своего мужа, чтобы свою люмпенизированную семью вселить в его квартиру. И, собственно, вот оно чистое такое перераспределение ресурсов путинского времени. Я считаю, гениальный фильм и заслуженно оцененный на Западе. И вот к большому радости и удивлению показанный на Первом канале в прайм-тайм перед Новым годом. Вот, так что вот этот вот сценарий Елены, он абсолютно реализуется Путином. И дело не в том, что какие-то там казаки не тот канал телевидения смотрят и Фейсбук не читают. А в том, что вдоль это прикормленный очень большое количество людей. Да тут же хотя бы силовой класс для начала. Ну, прежде всего, прежде всего. Конечно, нет, я с вами не спорю. Наверное, слишком уж категорично говорить, что да, все эти люди просто не информированы, потому что они сами себя информируют. И если ты с ними будешь спорить там в ЖЖ или в Фейсбуке, они отлично будут с пеной у рта отставить свою позицию, и ты их не переубедишь. Конечно, есть люди, которые однозначно получают материальную выгоду от существующего положения вещей. То есть, условно, я на самом деле считаю, что те, кто защищает статус-кво, защищает то, как ситуация выглядит сейчас, защищает режим тот же самый, это присосавшиеся. То есть, те, кто либо получили долю, либо получили что-то в управлении, либо их охрана водителей, либо люди, которые сидят просто на бюджетах государственных, да, в какой-то степени, конечно, и учителя, и врачи, и, не знаю, там, и военные, и уж, конечно, милиция, они все присосавшиеся, то есть, они зависят от расположения к ним государства, то есть, они материально сидят просто на финансовой игле, бюджетники в нашей стране зависят не от тех, кто платит налоги, да, а тех, кто налоги распределяет. От тех, кто распределяет, да. В отличие от того, что происходит на Западе, где каждый человек ежегодно заполняет свою собственную налоговую декларацию, у него есть раз в год возможность подумать, вот я эти деньги достал из кармана и отдаю государству, на что они пойдут. Хочу ли я, чтобы на эти деньги, там, они покупали себе бронированные удлиненные мерседесы? Хочу ли я, чтобы они на эти деньги, там, взяли их, там, не знаю, там, потратили 10 миллионов долларов на логотип, там, чего-то, там, Сочи, например, да? Хочу ли я вот этого? У нас этой возможности нет. У нас за людей платят деньги фирмы, которых очень просто к ним прислать проверку и закрыть за любую малейшую провинность. А люди думают, что государство существует само по себе, в их карманы никак не залезая, что неверно. То есть есть просто ситуация, когда действительно сформирована достаточно крупная прослойка людей, получающих выгоду от существующего положения вещей, но в этом и губительность ситуации, вместо того, чтобы по своим декларациям, это вот очередной пример разрыва между правдой и риторикой, между реальностью и риторикой, стимулировать появление людей, независящих от государства, самостоятельных, которые занимались бы самообразованием и генерировали бы что-то для экономики, просто занимаясь собственным бизнесом, что-то делая, нанимая двух-трех человек и, по крайней мере, устраивая собственное окружение. Государству это невыгодно, потому что такие люди очень быстро начинают задавать вопросы. Потому что государство, не государство, как некая, не знаю, там, сверхсущность, а конкретно чиновники, представляющие государство, не знаю, там, от санэпиднадзора, от пожарной службы, от милиции, от еще чего, от прокуратуры, от Федеральной службы безопасности, от судов, настроен на то, чтобы этих людей доить. Подавляется инициатива, и мне кажется, вот главная проблема российского государства, русского народа, связана с тем, что людей просто демотивируют. На протяжении поколений и поколений, тем, кто пытается что-то сделать, бьют по рукам и все отбирают, сжигают дома и так далее. А тем, кто ничего не делает и совершенно ни к чему не приходит, неудачников, их жалеют и как-то презирают, призирают их, как сирых и убогих. Да, призирают и призирают, да. Вот, как сирых и убогих. И то, что продолжается сейчас, когда с бизнесменов собираются 10 податей легальных и нелегальных, а люди, которые, значит, осваивают государственные бюджеты в различных инстанциях, являются народными героями и героями телерепортажей, это в очередной раз просто толкает страну не в том направлении. Вместо того, чтобы стать, как Америка, например, да, в Америке много недостатков, там, как известно, негров вешают, но при этом сила, мне кажется, этой стороны именно в том, что она поощряет инициативность. Правильная мотивационная система действует. Каждый человек верит в то, что он может покорить мир, в то, что он может всего добиться. Ну да, у нас система демотивации, система, соответственно, ухудшающего отбора. У нас система демотивации, отсюда лень, пьянство, депрессия, наркомания и всё вообще. Вот это ощущение, что руки опускаются, да, которое бывает у людей, которые отъезжают от городов-миллионников. Ну, вы знаете, вот продолжая этот разговор о возможности, пускай пока только гипотетической гражданской войны, вот об Америке сейчас говорили, вспомнился этот фильм, «В чём сила, брат», да, «Брат-2». Вопрос силы. То, что у нас, мне кажется, очень важен, вот то, о чём вы говорили, силовой ресурс, потому что это распределение осуществляется силой. И вот у нас, почему возможнее гражданская война, чем в похожих ситуациях в других странах, очень готово, по-моему, общество гражданской войне. У нас идёт вот эти вот постоянные микровзаимодействия между людьми, они очень часто на дорогах какие-то, столкновения на дорогах, они кончаются. Уровень агрессии ещё высокий, да. Да, уровень агрессии, и он был высокий, и остаётся высокий. Вот вас хочу спросить, как человек, в общем, жившего много в разных странах, и в Европе, и в Израиле. Вот, Россия действительно, это мне кажется, или действительно Россия в этом смысле своей каком-то уровне бытовой агрессии, она уникальна? Слушайте, ну, с точки зрения бытовой агрессии, Россия, по ощущениям, примерно такая, как во Франции, вот арабы. Вот ты косо посмотрел, вот тебе в глаз. Там, ты ночью пошёл не в своём районе, там, отдай кошелёк. А может быть, мы тебе ещё ногой пнём. У нас, как бы, не надо никаких этнических меньшинств искать, у нас вот это, в принципе, есть. Но это, опять же, происходит, с моей точки зрения, от ощущения нереализованности, невозможности себя реализовать, которые, ну, для очень многих людей за редкими исключениями. То есть, в миллионниках, где люди имеют возможность, где видят перед собой перспективы, имеют возможность просто себе элементарно зарабатывать на жизнь, видеть для себя будущее, эта проблема намного меньше, чем в, там, моногородах, например, да, или в городах, там, промышленных, где у человека, кроме, там, не знаю, там, шахты или цеха, никаких перспектив нету, не может оттуда выехать, он боится проявлять какую-либо инициативу, и он, фактически, вот, все за него решено, и существование полунищенское, он-то видит, и, конечно, человек, просто по своей психологии, любой человек, там, и северокореец, там, и американец, он с этим смириться, вне зависимости от государственной идеологии, не готов. Конечно, фрустрация, фрустрация приводит к агрессии, это базовый психологический закон. Вот, поэтому тот факт, что такая агрессия, говорит об уровне фрустрации в стране, говорит о том, что масса людей, фрустрация, это, собственно, несоответствие разочарования, это несоответствие ожиданий. Да, идеалы, ожидания. Да, ожидания действительности. То есть люди хотят видеться им другое, видимо, в своей жизни, получить от нее, надеяться на что-то другого добиться, чем то, что у них в итоге происходит. Что касается ощущения возможности такого конфликта, у меня однозначно есть ощущение, что закручивая гайки, сейчас власть пытается этот вот джина, вылетевшего, и так немножко шарашенного тем, что он достаточно оказался крупный и сильный, пытается загнать его обратно. Вопрос в том, прогнется ли вот это... Джин-то не тот, а не вылетел джин этого самого, не знаю, болотного протеста, вылетел джин креативного класса, людей в Фейсбуке, и не с тем борются, мне кажется, что реально-то запихивая обратно, они не видят тот огромный социальный протест, который нарастает в связи с несправедливостью. Есть, есть, это правда. У меня вот 50 тысяч подписчиков ВКонтакте, и 3 тысячи подписчиков в Фейсбуке. В Фейсбуке понятно, что это преимущественно такая либерально-демократическая, не в смысле Владимира Владимировича, ой, Владимир Вольфович, извините, Жириновского, а в настоящем смысле либеральная и демократическая какая-то интеллигенция, средний класс, креативный класс, так называемый, и так далее. А ВКонтакте, ну, вот все подряд. Я думаю, что срез. Более молодежная. Во-первых, более молодежная, во-вторых, менее московская однозначно, то есть там москвичи, может, процентов 20 от силы. Все остальное, это просто молодежь, там, от даже, может быть, и 13, и 12, и до 30 лет по всей стране рассеянная. Однажды, еще когда у меня было подписчиков в 3000 человек ВКонтакте, я задал вопрос, любите ли вы там Путина и Медведева? И я получил за сутки тысячу ответов. То есть я такого уровня вовлеченности ни до, ни до, ни после не видел. И практически положительных ответов я на этот вопрос не получил. То есть такой жесткий негатив. И я, к тому же, в то время еще никаких памфлетов у себя там в ВКонтакте не размещал, и политический вопрос аудитории не обсуждал. То есть получил настолько однозначный, сильный, эмоциональный, негативный отклик от молодежи, расселенной по всей стране. То есть из нее, наверное, вычли тех, кого, значит, взяли кормить молочком на Селигере, но всех остальных забыли. И те, кого забыли, кого не предполагают никаким образом катать на социальных лифтах, вот эти люди, они представляют собой настоящую угрозу. Конечно, не болотное, там, сто тысяч интеллигентишек, а гораздо больше. То есть у меня просто случайная выборка. Ну, да, да, угрозу. Этих людей ко мне привлекло, что они почитали там книжечку «Метро 2030». То есть это вообще не связано ни с политикой, ни с чем. Просто приключенческий роман для многих из них, да? Там подтекстов, и никто из них практически там и не видел. То есть люди, случайная выборка молодежи, однозначно, практически, ну, с удивительным перевесом оказались антиправительственные, антирежимные. Антисистемные, да. Антисистемные. То есть, да, то есть на вашем радаре появилась такая мощная вот эта вот антисистемная сила, антисистемная масса, и, наверное, сейчас то, что происходит, оно никаким образом эту антисистемную силу ни в какое русло не может обратно загнать. И вот как раз это и можно считать настоящим там национал-освободительным движением. Потому что эти люди не имеют никакого отношения к распределению материальных благ. Они не интегрированы в те касты, которые сегодня причастны к управлению страной и к распилу ресурсов. У них практически нету надежды социальными лифтами воспользоваться и в эти касты, в эти слои попасть. Они предоставлены сами себе, предоставлены потребительским кредитом, предоставлены там каким-то нищенским зарплатам и надежды на то, что будет расти экономика. А экономика у нас там совершенно зависима от стоимости на внешних рынках на энергоресурсы. И эти люди могут очень скоро увидеть, что их ожидания, там надежды какие-то на жизнь никогда не сбудутся, не воплотятся. И мы получим гораздо более агрессивный, гораздо более массово настроенный протестный слой. Они очень редко к моему разочарованию, как человеку там тяготеющему к демократическим взглядам, разделяют демократические идеалы. Они как ни странно, даже очень молодые по Советскому Союзу, которого они не застали. По мифу о Советском Союзе. По ощущению супердержавы. Вот Владимир Владимирович вроде бы как бы пытается этим мифом их подкармливать, но они видят, что риторика разрывается с практикой и телевизионная картинка не похожа на реальность. То, о чем мы говорили. То есть какое-то время можно людям врать, да, и показывать там благостную, такую тошнотненькую в стиле телеканала России такую синенькую картиночку. Но в какое-то время, в какой-то момент люди перестают просто верить. И тут ты уже не застаешь их поверить. Тем более, что действующие лица центральные все те же самые. То есть никакой ротации главных вот это как в книге Джани Радария лжецов не произошло. Джульсамина, да. Джульсамина. Вещи типа там пожара лесов и уж не говоря Курск, который вот в эти дни 12 лет назад утонул. То есть любые кризисные ситуации так или иначе власть оказывается не способной разрешить, разрулить. Ну, собственно говоря, потому что слишком во-первых, она на другое заточена. Да, они очень у них есть серьезные реальные проблемы и серьезные вопросы. Это ограниченный круг людей, которые увлеченно занимаются освоением тех ресурсов, которые случайно попали им в руки. Ну, поставьте себе на их место. Вот вы сидите, ничего не делаете вдруг, он говорит, слушай, помнишь, мы с тобой учились в университете? Не хочешь ли управлять корпорацией, которая стоит 20 миллиардов долларов? Вы говорите, ну, конечно, хочу. Мы тебе сейчас зарплата там 3 миллиона в год, ну, и там что уж сам себе. Ну, конечно, нас тоже не забывай, но, в общем. И все эти люди это не суперкомпетентные управленцы, это не аристократия, это не люди со старыми деньгами, которые более-менее научились с выдержкой относиться к материальным соблазнам. Это не выпускники Гарварда, понимаете? Это, в общем, другие совсем люди. Многие из них совершенно вот случайно вдруг оказались у кормушки. Ну, раз такую ситуацию можно пропустить? Ну, как бы, разве можно этим не воспользоваться? Конечно же, надо, пока дают, хапать и бежать. Вот. Что и происходит. Какое там, к черту, Крымск? Какое там вообще? Ну, по остаточному принципу. Ну, там, нехорошо, люди утонули. Ну, слетаем, посмотрим, что там. Вы боитесь гражданской войны, опасаетесь гражданской войны. Знаете, я понимаю, что, как бы, я буду одним из тех, кого нахлобучить, я в настоящее случай гражданской войны. Я не буду бегать с автоматом по улицам. Я не героический тип, к сожалению. Вот. И поэтому, думаю, что для меня гражданская война, если состоится, кончится печаль. Меня придут, раскулачат, там, отберут машину, квартиру, там, выбросят на улицу, может быть, прихлопнут. Поэтому я гражданской войны опасаюсь. Я ее не хочу. Конечно же, я выступаю за то, чтобы люди, задержавшиеся, кормили власть, наконец-то уже накормились и приступили к какому-то конструктиву, где попытались хотя бы. Ну, вот Владимир Иванович там говорит, ну, это же все исторический процесс. То есть он надеется уже помереть там, чтобы дети его померли своей смертью, внуки там померли своей смертью. И тогда, может быть, в процессе эволюции когда-нибудь Россия станет там. А пока на наш век, чтобы хватило переходного периода. Касательно нашего века, вы вот опять-таки много достаточно пожили за рубежом, знаете, что как, какие обстоятельства вас бы могли вынудить к эмиграции? Вообще вы рассматриваете это для себя как возможную жизненную стратегию? Слушайте, ну, я несколько раз жил за границей, мне на всю жизнь, конечно, не хотелось бы уезжать. Ну, так я, в принципе, скорее себя вижу человеком мира. Мне очень дорога Россия, Москва, и не только Москва, потому что у меня мама из Костромской области, и я половину детства провел в Костромской области. Я настолько уже москвич, насколько я там монтуровчанин. Вот. И город Мантурово. Вот. Надеюсь, его не разбомбят после твоей эфиры из карательных каких-то соображений. Вот. Но... Я думаю, в Костромской области там достаточно сильные социальные проблемы. Он депрессивный региончик, да. Да. Социологи, знакомые вот Никита Покровский, они там проводят школу и летние выездные социологические. Он об этом описывает. Он говорит, вообще просто цивилизация кончается в Костромской области. Лес смыкается. Периодически туда езжу посмотреть, как люди живут. Вот. Так что... Мне кажется, что совсем уж уехать навсегда от этого всего это слишком уж жестко. То есть здесь должен 37-й год начаться, чтобы совсем сбросить все, уехать. Но при этом периодически уезжать где-то пожить. Я бы в Токио с удовольствием пожил или в Лос-Анджелесе пожил. Причин для политической миграции, наверное, пока нет. Но если будут отправлять пароход философов, вы мне скажите, там уже билетик лишний там останется, если что. Просто на всякий случай. Вот на всякий случай. Да-да-да. Потому что у нас как бы все... Я думаю, что люди, которые жили при остановлении Сталинского СССР, они тоже думают, ну это сейчас, господи, ну так все это время, это сейчас пройдет. Ну да, ну немножко, ну хлеб пропал, ну еще что-то. Ну вот там сосед забрали. Ну это же, господи, там на 10 лет без права переписки. Ну без права переписки, что теперь поделать? Ну потом придет, напишет. Потом это... Вот НЭП же был, был неплохо. Ну и еще потом снова... То есть человеку свойственно верить в лучшее, и поэтому даже когда времена наступают совсем сумеречные, он тешит себя надеждой, что все еще выправится. Вот поэтому очень тут сложно сказать, когда наступает тот момент, когда еще можно уехать, и когда наступает тот момент, когда уехать уже нельзя. Вот Ксения Анатольевна, насколько я знаю, уже уехать нельзя. Для этого момента уже наступила. Так что здесь может быть индивидуально Может быть я сейчас до того Доболтаюсь в эфире Что им мне тут скажут Сильно нужен ваш сграничный паспорт Давайте его сюда Я думаю мы уже пришли в разряд таких Совсем уже апокалиптических сценариев Все-таки действительно исторические аналогии Гражданская война и затем 22-й год Философский пароход Так что несмотря на все это предчувствие Гражданской войны, о котором мы говорили Сегодня с писателем Дмитрием Глуховским Хочется верить в какие-то более Позитивные сценарии Или по крайней мере то что история Повторяется дважды Первый раз как трагедия, второй раз как фарс И что если то что у нас была трагедия гражданской До сих пор наверное не закончившейся Гражданской войны Тогда 1918-1922 года Сейчас оно если и повторится В России в каком-то виде То ну не знаю глядя на нынешнюю российскую власть Мне кажется она способна воспроизводить только фарс Так что будем надеяться Что философский пароход никуда не отплывет Дмитрий Глуховский будет с нами Как и ваша верная радиостанция Финам-ФМ Как и я ваш верный археолог Сергей Медведев За пультом был Иван Куприянов Продюсер программы Дина Турбовская Доброй ночи и удачи До свидания До свидания